Дорогие друзья, дорогие ненамышленники, задам вам вопрос, который может показаться, ну, просто глупым. Кто из вас хочет иметь красивую фигуру? Ну, все хотят, верно? Но не у всех получается. Не у всех получается. И поэтому сегодня мы с вами поговорим о группе продуктов под общим названием FitChoice, которая выпускает наша с вами любимая компания Нью-Вэс и Бразилия. Вы знаете, ожирение – это не косметическая проблема. Кому-то нравятся полные люди, кому-то не нравятся. У меня была одна знакомая, я присутствию ему уже сказал, говорю, тебе бы надо подхудеть. Он говорит, нет-нет, она мне такая нравится. Ну, ради бога. Это, к сожалению, заболевание. Это заболевание связано с нарушением некоторых видов обмена веществ. Это нарушение в основном, представьте себе, не жирового, а углеводного обмена. Ну, и на втором месте это нарушение жирового обмена, конечно. Ожирение – это заболевание. Дело в том, что если жир откладывается, еще раз повторяю, на животе, на ягодицах, на бедрах, кому-то красиво, кому-то некрасиво. Но когда жир откладывается в печени, когда жир откладывается в околосердечную сумку, когда жир откладывается в сальник, это, конечно, патология. И вы знаете, ко мне очень часто полные люди обращались с просьбой – помоги похудеть. Все перепробовал, ничего не помогает. Помоги похудеть. И я почти всегда отказывался, чтобы оказать такую помощь. Почему? А потому что жирение – это, как врачи говорят, полиэтиологическая проблема. То есть она имеет много причин. Это заболевание эндокринной системы, половых, желез, гипофиза. Это эпифизарное нарушение, слово эпифиз. Есть такая штука у нас в головном мозгу. Но это, вернее, к счастью, это редко. Чаще всего диагноз ожирения я называю любовь к холодильнику. То есть, грубо говоря, обжорствую. Человек не может пройти мимо холодильника, чтобы не открыть и взять кусочек ветчины, кусочек сыра, там, баночку со сметанкой или еще чего-то. Очень плохо, когда люди едят перед сном. Все, что человек съедает менее, чем за три часа до сна, практически все уходит в жир. Потому что в организме человека существуют биологические часы. И отделение пищеварительных соков и активность их ферментов в ночное время резко снижена. Или это лежит в желудке и, пардон, потихонечку гниет, вызывая потом утром неприятный запах изо рта. Или это, если и всасывается, то не усваивается, а идет в подкожную жировую клетчатку. Я очень часто беседовал с людьми и мне очень часто жалуются, ну а что делать, если я там работаю до 7-8 вечера, прихожу, извините, жрать хочу, как лошадь, наелась и легла спать, а утром получила 200-300 грамм прибавки к весу. Тут совет дать невозможно, потому что факт есть факт, и есть перед сном нельзя. Я еще не брался за проблему похудания и стройной фигуры, потому что не было достойных препаратов, инструментов для того, чтобы решать эту очень и очень нелегкую проблему. Слава Богу, наша компания Нью Вейс, еще раз повторяю, ученые этой компании создали группу продуктов, из шести продуктов, которая показала себя и в клинических испытаниях, и на бытовом уровне, таким комплексом работающим, который дает не только эффективные результаты, а самое главное, длительно эффективные результаты. Вы знаете, вот где-то несколько лет тому назад на всех столбах висели объявления, я похудела за месяц на 20 килограмм, позвоню и расскажу как, сейчас все-то правда исчезло. Это не фокус. Есть очень мощные жиросжигатели, которые сжигают жир, но когда вы перестали их принимать, вы очень быстро набираете тот же вес, а иногда и больше. Очень многие люди, для того, чтобы похудеть, садятся на диету. Ну, я так шутя говорю, что дома стульев не было, чтобы сели на диету, больше не на что было сесть. Хорошо это или плохо? Это и хорошо, и плохо. На мой взгляд, не знаю, может диетологи со мной не согласятся, но на мой взгляд это больше плохо, чем хорошо. Почему? Питание, правильное питание, оно может быть только тогда, когда человек каждый день получает необходимое количество шести основных элементов питания. Жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные соли и микроэлементы, и вода. А когда человек садится на эту самую диету, он, как правило, этого ничего не получает. Ну, билеты, диеты всякие бывают, яблочные билеты, но человек съедает там за день три яблока. Кефирная диета, человек день-для так, бутылку кефира и в общем ничего. Овощные какие-то, самые разные, их полно. Но страдает питание, человек не получает витаминов, не получает минералов, не получает других необходимых веселья. И это, мягко выражаясь, неправильно. Но если человек все-таки имеет страстное желание и хочет похудеть, и он не видит никакой другой возможности, как сесть на эту самую диету, причем надолго сесть, то компания Нью-Вейс предусмотрела это и подготовила продукт, который может помочь человеку, сидящему на диете, получать все необходимое для организма питательное вещество. Это коктейль, белковый коктейль компании Нью-Вейс. Он бывает двух вкусов, шоколадный и ванильный. Я могу сказать, что очень вкусный, очень вкусный. Самое нехорошее во всех видах диет, что практически все они исключают получение белков. А белок – это строительный материал. Без него нельзя. Нельзя, потому что человек строится от момента рождения до последнего доха. Каждые два-три года наше с вами тело практически полностью обновляется. А когда месяц вы сидите на диете и клетки не кормятся, а вы хотите, чтобы они еще при этом нормально работали, перестаньте издеваться над собой. Но выход из положения, как я вам уже сказал, есть. Это коктейль. Коктейль содержит легко усвояемый белок. Он содержит вообще 23 компонента. 23 я насчитал. Он содержит основные микроэлементы. Он содержит калий, кальций, цинк. Он содержит железо. Он содержит некоторые виды аминокислот и так далее. Сложный состав, я не буду вам говорить. Взять пачку коктейля, вы все это прочитаете. Я хочу, чтобы вы поняли смысл этого продукта. Смысл этого продукта в том, что он практически без калорий, но тем не менее вы продолжаете снабжать организм всем необходимым и этим самым сохраняете его функцию организма. Без коктейля сидеть на диете. Это знаете, как народе говорят, голову вытащишь, хвост увязнет. Хвост вытащишь, голове увязнет. Вы, может, и похудеете, но получите такие изменения во многих жизненно важных внутренних органах печень, почки, сердце, мозг и так далее, которые, трудно сказать, что ручьи. Так вот, прислушайтесь к тому, что я вам говорю. Если же вы решили, что вы садитесь на диету, 2-3 раза в день вы должны принимать коктейль. Уверяю вас, вы не поправитесь от этого коктейля. Говоря о коктейле, я имею в виду коктейль «Фильчойс», тот из той группы, о которой у нас сегодня с вами идет речь. Принимать его желательно, заменив или ужин, очень полезно, или даже два приема пищи – обед и ужин. Это в том случае, если вы не сидите на диете, а просто хотите похудеть. Теперь я уже сказал, что одной из основных причин, вернее, как я говорю, шутя, диагноз «любовь к холодильнику» – это что? Это непомерный аппетит. И когда у них лицо становится похоже на полнолуние, то они все равно ищут, чего бы положить в рот. Один из продуктов группы «Фильчойс» – это «Фильчойс Дроз». Это препарат абсолютно натуральный. Он ослабляет аппетит. Он резко снижает желание что-нибудь поесть. Один-два миллилитра этой жидкости можно развести в чем-нибудь, в воде, в соке, в каком-нибудь и так далее. Если вы это принимаете, то вы, как говорил Великий Райкин, проходя мимо холодильника, мы на него пильем. Не нужен хам холодильник, вам просто не хочется есть. Он абсолютно натуральный. Туда входят самые, казалось бы, простые вещи. Ну, например, вот меня иногда спрашивают, а Мелиса при чем там? А вот при чем. Мелиса резко снижает нервное напряжение человека. А представьте себе, когда человеку хочется кушать, одной половине мозга он понимает, что это нельзя, а другая половина мозга говорит, нет, съешь. И у него появляется нервное напряжение. И о которой чаще всего побеждает та половина, которая говорит, чего-нибудь съешь. Мелиса снимает это напряжение, и если ему сказать, не надо есть, он у вас гораздо больше в случаях послушать, чем ежели ему говорить без применения препарата фитчеридерокса. Очень хороший препарат, очень хороший. Вы знаете, я видел людей, которые принимали эти препараты, и КТ, и этот. И через несколько месяцев им пришлось тратиться на новую одежду, но уже не больших, а меньших размеров. Есть еще одна причина, которая подвигает человека к повышенному аппетиту. Это содержание глюкозы в крови. Здесь немножко природа, ну, если можно ее поругать, ошиблись. Дело в том, что чем больше глюкозы в крови, тем больше человек хочет есть. Человек начинает есть, у него появляется еще больше глюкозы. Он говорит, это замкнутый круг. И поэтому, для того, чтобы умерить аппетит, уменьшить его, нужно какое-то вещество, которое бы уменьшало содержание глюкозы в крови. И вот в Африке есть растение, банаба, которое уменьшает количество глюкозы в крови. Это растение, экстракт его, находится в нашем препарате Фитчай Гробз. Два направления, очень важных, дает нам этот ингредиент. Во-первых, уменьшая количество глюкозы, он снижает аппетит, а во-вторых, его можно применять при диабете для уменьшения содержания глюкозы в крови. Вы знаете, что диабетики очень часто, это очень тучные, полные люди. Им постоянно хочется кушать. Поэтому с помощью, вот казалось бы, такой небольшой бутылочки мы убиваем два больших зайца. Это очень важно, очень важно. еще раз говорю, я очень люблю Нью Вейс за то, что там все по-умному сделано. Вот эта группа Фитчай, я в конце еще раз обращу ваше внимание, насколько все умно, здорово сделано. Ну, а теперь так. Многие, особенно женщины, знают, что им нельзя есть много сладкого, много приходят на какой-нибудь банкет, а там десять сортов тортов различных, пирожные, шикарные конфеты там и все прочее. Они ходят, боятся подавиться слюнями, глядя на все это дело. А здесь нельзя. Они знают, что будет хуже. Что делать? Хочется, а нельзя. Ну, правда, народе иногда говорят, что если очень хочется, то можно, но все зависит от дозы. Это во-первых, а во-вторых, Фельдчоис подумал и об этом варианте. Для того, чтобы люди могли поесть и тортик и кусочек, и вермишельки дома скушать, и лишний раз не побояться скушать конфетку, компания Нью-Вейс в серии продуктов Фельдчоис предусмотрела препарат Фельдчоис CBX. В чем фишка, в чем прелесть? Смотрите, когда мы едим углеводы, то расщеплять их довольно несложно, потому что даже сложные углеводы, такие как крахмал, очень здорово расщепляются ферментом, который называется амилаза. А теперь представьте себе, вот мы наелись углеводов, ну там небольшой на килограмм тортик съели, там штук 15 пирожных, еще чего-то, амилаза штука такая активная, она это быстро все превратит в глюкозу, и это как бабахнет по поджелудочной железе, и потом как это все дружно превратится в жиры, пойдет туда, куда ему не надо. А ученые компании не ввесь подумали, а что, ежели мы эту амилазу вообще уберем? Ну, чтобы не было ее на каком, не вообще, конечно, а на какое-то время. Если я иду на банкет, тем более, извините меня за выражение на халяву, там уже все уплачено, и там все это есть, но как не поесть? Так вы берете вот это, фитчось Сибы Икс, перед банкетом съедаете две-три штучки отсюда и кушаете на здоровье торт. Он, не повредив ни себя, ни вас, спокойно выйдет в унитаз, потому что амилаза нет, расщеплять нечем, и оно прямым ходом туда, куда надо. То есть, вы знаете, недаром говорят, что все гениальное просто. Вот это гениальное и просто. Вот так. Очень умный и хороший препарат. Я сказал уже, что все гениальное просто, и если вы посмотрите на состав этого продукта, то он тоже очень простой. Это белая фасоль и гибискус. Два очень известных растительных ингредиента, но правда есть оригиналы, которые мне говорят, о, мы не будем тратить на это деньги, мы будем кушать белую фасоль. Пожалуйста, 3-4 килограмма каждый день, и все у вас будет хорошо, ни один костюмчик на вас не влезет, потому что кроме вещества блокирующего мелазу. Там еще можно того, чего увеличить вашу хрюмку. Следующий препарат не менее умный и не менее необходимый для борьбы с ожирением. Это блокатор жира. Некоторые считают, что люди поправляются от того, что они едят жир. Это не совсем так. Люди больше поправляются от углеводов. И те, которые так считают, что именно жир во всем винах, перестают есть все жирным. Это очень неправильно, потому что без жира человек жить не может. Наши мозги содержат очень большое количество жира, нервы тоже, оболочки клеток и так далее. И речь идет не о том, чтобы бороться с жиром, который мы едим, а речь идет о том, что бороться с излишками жира, которые не могут усваиваться, а откладываться вокруг среднего этажа. Понятно, да, что я имею в виду? Я думаю, все на том и знают. Вот, в чем смысл? В состав этого препарата входит хитозан. Тут 95% чистого хитозана. Совершенно потрясающее вещество хитозана. Это ацетилированная целлюлоза, полученная из панцирей красноногих рачков морских. Она уникальна чем? Что она очень многофункциональна. И она обладает мощнейшей абсорбционной способностью, особенно к жиру и к жироподобным веществам. Особенно такими приятными веществам, как холестерин. Если у вас будет возможность, если вы сумеете достать такой дефицит, как обыкновенная школьная проверка стеклянная, то сделайте даже дома опыт. Налейте пол проверки воды. Потом аккуратненько по стенкам налейте растительное масло, любое, но немного, столбик, ну, 2-3 сантиметра, ну, сантиметра 2, хватит. Потом возьмите две штучки, разотрите их в порошок и насыпьте на это масло. Потом возьмите пробирочку, пальчиком большим заткните вместо пробочки и потрясите ее, ну, минуточку, полторы, как следует. Там будет такая смесь воды. Всего дайте отстоять несколько минут и вы увидите, что внизу будет вода, а наверху будет студия. Масло превращается в более такой конгломерат плотный, который недоступен для расщепления и переваривания. Я проводил такой опыт, у меня получалось. Мне сначала я его увидел на одной из презентаций, а потом делал сам. То же самое, но невидимо глазу, происходит и с излишками холестерина. Но здесь есть один фокус. Этот препарат надо правильно принимать. Если его принять за минуту до приема жирной пищи, он практически не будет работать. Его надо принимать за 20 минут до еды и обязательно с большим количеством воды. На одну капсулу надо один стакан воды. И утром две капсулы и два стакана воды, через 20 минут вы можете принимать свой интеллигентный завтрак. Кусочек белого хлеба со сливочным маслом и сыром. Ужас сколько там жира и холестерина. Не бойтесь, оно все это съест. Он настолько здорово работает, что он может адсорбировать на себе жира ровно в 20 раз больше собственного веса. Вот настолько могучий препарат. Кстати, хочу сказать сразу по-честному, начав принимать только этот препарат, если вы выбрали его и всей группы, первые месяца два похудания не ждите. Вот это месяца с третьего начнется. Я вам объясню сейчас почему. Я вам только сейчас сказал, что человек без жира жить не может. А вы перед едой и жирной пищей будете принимать вот это, так жир по организму поступать не будет, а ему надо. Весь жир будет прямиком в унитаз идти. Что делать? Организм вдруг вспоминает а нафиг мне этот жир снаружи у меня есть слой и начинает брать из-за собственных запасов. Это настолько правильный и физиологически обоснованный способ похудания великолепный. Вот. Ну кстати немножко не относящийся к этой теме поскольку уже об этом препарате заговорили он еще обладает двумя прекрасными великолепными качествами. Он борется с излишками холестерина это великолепный препарат для профилактики и борьбы с атеросклерозом потому что это единственный вид целлюлозы который всасывается в кровь. И он не только адсорбирует холестерин из пищи он попадает в кровь догоняет если так можно выразиться холестерин который там уже есть и говорить ему иди сюда то есть его просто адсорбирует и выводит и второе еще третье вернее действие хитозан это официально всемирная организация здравоохранения признан как природный цитостатик то есть он работает для борьбы с онкологическими заболеваниями он создает слабо щелочную среду в организме раковые клетки в щелочной среде практически не размножаются говоря о вот этом комплексе продуктов под общим названием чечось я хочу познакомить вас еще с двумя продуктами которые может быть не всегда и всем нужны но если они нужны то работают здорово первое это конъюнгированная генолевая кислота это вещество во первых это когда говорят слово кислота то думают что это обязательно какая-нибудь химия и так далее это абсолютно натуральная органическая кислота которая в принципе содержится во многих пищевых продуктах вернее я бы уточнил должна содержаться во многих пищевых продуктах но во первых ее там мало а то что есть она обычно исчезает при обработке современной пищи это нагревание жарение и самое страшное это что микроволновые печени а это убивает вообще все живое конъюнгированная липолевая кислота она входит по сути дела она и составляет препарат фитчойс кла кла это конъюнгированная линолевая ацет кислота ну по русски кислота и вот препарат кла в основном надо применять для тех у кого жировая ткань имеет так сказать очень большую плотность и очень трудно поддается расщеплению склад такого жира очень трудно так сказать расформировать и вот препарат кла он способствует переходу жира в мышечную ткань и когда человек с ожирением начинает заниматься физическими упражнениями и принимает препарат кла то вставая на весы а к сожалению люди неправильно определяют действие препаратов так сказать для похудания весами это неправильно надо сантиметровой лентой определять а не весами так вот препарат кла он как раз переводит жир в мышцы и человек по весам оставляет тот же вес но по объему он худеет потому что мышцы намного тяжелее чем жир понятно вот поэтому для тех у кого трудно идет процесс похудания препарат кла очень здорово этот процесс подталкивает это во-первых а во-вторых это полезно чем у человека лучше развита мышечная система тем у него лучше обмен веществ потому что та же глюкоза предположим и жир они горят в мышцах это улучшает уровень обороты так можно сказать обмена веществ это здорово ну и последний препарат это фитчоиспеп вот фитчоиспеп вот это фитчоиспеп это препарат сжигатель жира но это делается что тоже препарат создан для тех ну я бы сказал кому некогда кому хочется получить эффект быстрее вообще вообще я лично не очень большой сторонник сжигателей жира но в этой компании он очень нужен и необходим сейчас объясню почему во первых они бывают разные бывают такие которые жгут жир так же извините меня чуть не синий пламя видно вот это плохо здесь очень такой щадящий состав кинейский перец зеленый чай вот такие натуральные продукты они способствуют сжиганию жира но при сжигании жировой молекулы образуются вещества так продукты жиря они бывают токсичны поэтому я не очень люблю но учитывая что у нас есть хТХ хитозан он как уборщица с метелочкой ходит и все это дело подметает и все эти вот немного токсичные так сказать осколки от жировых молекул он их собирает и тоже выводит поэтому в нашей компании вот 6 продуктов я считаю что вот этот сжигатель жиры или терможение как говорят это очень даже кстати и вот такая компания из 6 продуктов почему я лично люблю и очень уважаю этот комплекс знаете вот когда родители маленького мальчика покупают кубики то он может из этих кубиков построить там машинку домик и одна там еще чего нибудь так и тут мне иногда спрашивают а что надо обязательно все 6 принимать я говорю но причин разных для оживления и подходов должно быть разным и если предлагается кем-то один там препарат для борьбы с ожирением как правило это бывает именно сжигатель жира то повторяю как я вначале сказал он может дать эффект очень недлительный и к сожалению очень нестойкий у нас есть выбор у нас есть выбор мы можем зная индивидуальные особенности человека который к нам обратился мы можем ему из 6 кубиков составить программу которая подойдет лично ему другой придет мы ему можем составить и 3 4 5 иногда 2 даже хватит программу для этого конкретного человека вот в чем прелесть и прелесть еще вот в чем здесь все работает и все работает натурально не спеша но эффективно вот вот что самое главное вы понимаете добиться легко быстрого результата как вот на столбах еще раз писали 20 килограмм за месяц это ужасно это опасно для жизни 20 килограмм в месяц потерять это может привести вообще к смерти а сбрасывая по килограмму полтора в месяц вы представляете что с вами будет через год а через два я считаю что появление этой группы препаратов в нашей компании это еще один большой очень большой шаг в борьбе за здоровье людей наша компания это флагман борцов за здоровье людей а нет ничего более прекрасного чем здоровье к сожалению очень многие люди этого не понимают есть выражение одного израильского профессора он сказал человек который не хочет стукнуть пальцем о палец для своего здоровья никогда не будет здоров а один японский натуропат сказал что люди хотят чтобы их здоровьем занимался кто-то другой так не бывает надо заниматься срегментами и помните ожирение это полезно с ней надо бороться а с помощью группы препаратов компании фельчерс мы можем не только бороться с ожирением а самое главное в медицине мы можем профилактировать это неприятное для человека состояние состояние будьте здоровы свечей до свидания спец поднимет на но ну я